МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заслуженный деятель науки, заслуженный изобретатель, лауреат премии Совета министров СССР, профессор, доктор медицинских наук. Так любить свою профессию могут только потомственные медики, скажет кто-то, но в судьбе Владимира Ховенсона многое было вопреки. Маленький Володя родился 27 ноября 1946-го в семье военного. Не самым обычным было и место его появления на свет. Я родился в Германии, в городе Котбус. Это было после войны, и мой отец, будучи военнослужащим, офицером, там проходил службу в воинской части. Кстати, он служил в бригаде, танковой бригаде, 91-й танковой бригаде, которой командовал будущим маршалом Советского Союза Якубовский. Якубовский потом стал командующим войсками Варшавского договора. И вот этот Якубовский был командир бригады, а мой отец был начальник штаба. Мы потом после Германии переехали в Белоруссию. Ну, там, отец служил в различных гарнизонах, а потом уже оказались в Минске. Порядок и дисциплина в семье Ховенсонов всегда были образцовыми, и Владимиру на роду было написано стать кадровым военным. В 1959 году он поступает в Минское Суворовское училище. И вот это Суворовское училище, оно было организовано в 1953 году, это было лучшее Суворовское училище СССР. Почему? Там был самый лучший состав преподавателей. Все преподаватели, это были военные, майоры, подполковники, это были военные, и все были заслуженные учителя Белоруссии, Белорусской СССР. И вот этот момент очень важный. Более того, подготовка в Суворовском училище была очень высокого уровня. Что касается особенно иностранного языка. Два раза в день у нас был английский язык. Ну, два предмета английский язык, а второй предмет был военный перевод. То есть мы изучали карты, схемы, штабную документацию армии США и Англии. Я считаю, что Суворовское училище заложило именно порядок, военная дисциплина, правильное питание, режим. Это то, что необходимо всем молодым людям. Это образец сохранения здоровья. Я закончил золотой медалью, я учился на отлично. Также я занимался спортом, я был чемпионом Белоруссии по бегу и по боксу. В полулегком весе. И более того, закончив золотой медалью, меня приняли кандидатом в члены КПСС в виде исключения. Ну, а потом встал вопрос, куда дальше. Владимира интересовала ракетная техника, а родители хотели, чтобы сын стал военным медиком. С его золотой медалью и достижениями в спорте можно было идти куда угодно, но он все же выбрал военно-медицинскую академию. Я помню, приехал экзамен сдавать, а в то время сдавали все экзамены. И со мной два полковника мне ассистировало из академии, чтобы мне поставили хорошую оценку. Но я знал все там прекрасно, я получил 4 пятерки с плюсом. По химии получил, по английскому языку. И поэтому я поступил очень легко, абсолютно в академию. Вот так получилось, почему я был в академию. Это было лучшее заведение, даже не просто военно-медицинское, это лучшее заведение было исторически, где работали все самые великие медики России, ну и Советского Союза потом. И Пирогов, и фармакологи известные, и Павлов, нуберский лауреат. Это все работали военно-медицинской академией. Курсантские годы для Владимира Ховенсона и его друга, а затем и соратника по научной работе Вячеслава Морозова не были беззаботными. Многочасовые занятия в лабораториях, постоянные эксперименты тысячи прочитанных книг. Личного времени практически не оставалось, но такой путь они выбрали сами. Уже где-то на четвертом курсе мы опубликовали первую научную работу. А на шестом курсе, как раз когда мы уже начали заниматься вот этими препаратами, пептидами, выделенными из телят, из органов телят, то мы получили первую премию. Мы получили первую премию на конкурсе научных работ слушателей академии. Мы изучили литературу разную, это будучи слушателями, курсантами четвертого, пятого курса военной медицинской академии. Мы все это поизучали, это в то время было такие интересные, это новые были исследования, совершенно ранее неизвестные. И мы решили выделить эти пептиды для усиления функции иммунной системы и функции эпифиза. И мы начали эту работу на кафедре биохимии, на кафедре фармакологии военной медицинской академии под руководством известных профессоров Борис Федоровича Коровкина, Василия Михайловича Виноградова. Это очень известные классики, профессора. Они нам помогали. Ну, они видели, если курсант что-то хочет сделать, всегда помогали. Владимир Ховенсон окончил академию в 1971 году, работал врачом в частях Забайкальского и Ленинградского военных округов, затем вернулся в академию. В 1988 Ховенсона назначили начальником научно-исследовательской лаборатории биорегуляторов, организованной по специальному решению Государственного комитета по науке и технике СССР. В 1989 Владимир Хацкелевич создал государственный медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед», а в 1992 году организовал и возглавил Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии. Все эти годы Ховенсон проводил работу по созданию препаратов на основе пептидов, которые восстанавливают концентрацию белков в организме и замедляют его старение. Мы создали шесть лекарственных препаратов еще в Советском Союзе. Это препарат, повышающий функцию иммунной системы, препарат, восстанавливающий функцию сетчатки глаза. Это делался препарат для противодействия лазерному оружию. Кстати, американцы до сих пор этот препарат так и не сделали. Далее препарат простаты. Это восстановление функции простаты при различных заболеваниях. Далее препарат мозга, кортексин. Сейчас входит стандарт лечения инсульта. Блестящий препарат. Мы его делали, к сожалению, для лечения военнослужащих в Афганистане. Там было очень много контузий и травмы мозга. И не знали, что делать. В общем-то, этот препарат восстанавливает функцию мозга. На сегодняшний день кортексин является лучшим препаратом в мире по активности, по эффективности. Сейчас входит стандарт лечения. Также у него был сделан препарат из эпифиза мозга. Эпиталамин. Еще будучи курсантом вместе со своим напарником Морозовым, они уже тогда глубоко внедрились в науку. К моменту окончания военно-медицинской академии, он уже, пожалуй, готов был защищать кандидатскую диссертацию. У него очень серьезные наработки были. На грани гениальности, будем так говорить. Ну, судьба сложилась у него научная. В общем-то, достаточно благополучно. Его институт, который он возглавляет, занимается очень нужной, полезной деятельностью и, я бы даже сказал, весьма продуктивной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова